всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз пришло из всем известного немецкого компьютерного онлайн магазина dinadoc 4k фирмы toshiba ну и поставляется вот в таком варианте да пришло на почту никогда не видел чтоб так приходило из каких-то других стран ну короче она была запакована в большущий мешок с пломбой дальше там нее вскрыли внутри находился серый ящик внутри которого находилась вот эта коробка вместе с таким целлофановым пакетом причем был упаковано еще и бумагой для того чтобы не повредили при перевозке из германии в россии из россии до места пребывания так что из себя представляет док станция вставляется в таком варианте такая вот коробка изначально то есть предназначена для того чтобы подключать несколько интерфейсов к usb к usb портам дальше наушники микрофоны дисплей порты кабеля dvi hdmi и так далее причем при подключении через hdmi и дисплей порт то есть вы можете получить изображение если вам позволяет видеокарта до 4к 30 fps ну а если вы подключаете два монитора например hdmi и dvi кабель то получить full hd на двух этих мониторах ну либо экранах и так далее то есть вот здесь вот показано что можно сделать подключать какие интерфейсы то есть достаточно много usb портов до подключаются компьютером она при помощи usb 3.0 для того чтобы функционально данное устройство работало на задней панели 4 usb порта дальше есть ethernet до 1 гигабита если у вас ноутбук например не позволяет только там до 100 мегабит в секунду то здесь можно расширить дальше здесь вариант можно либо дисплей блок порт либо hdmi кабель подключать дальше dvi есть питание данной док станции дальше на передней панельки можно подключить и заряжать к usb порт 2 usb порта ну и наушники и микрофончик так в россию не поставляется ташиба не поставляет свою технику приходится брать из германию так ну и вот здесь вот показано основные функции то можно сделать при помощи данной док станции то есть показано что кора и 5 2 гигагерц им выше должен иметь ну или amd trinity процессоры но самый лучший вариант то есть это кора и 7 2 гигагерца и либо amd richard a10 и так далее то есть ну и показано сколько здесь интерфейсов что можно подключить так далее да через hdmi можно выдавать звук на телевизор 5.1 то есть многоканальный звук так сверху находится да можно устанавливать как горизонтально так и вертикальном исполнении для этого служит соответствующая подставочка который тоже идет поставки так ну а снизу стандартный штрих-ход ну и обозначение данного девайса серийным номером наш так ну давайте вскрывать его так для этого используемся ножичка переворачиваю так вот как видим внутри у нас находится сама эта блок-станция попозже вскроем дальше здесь два кабеля сетевых подключений для английской австралийской вилки ну и для европейской вилки так китайская японская американская отсутствует так дальше здесь макулатурка быстрый старт гарантийные обязательства и тоже по гарантийным обязательствам и так внутри находится у нас USB 3.0 дальше блок питания для подключения этого устройства 19 вольт 237 ампера так ну и непосредственно сама подставка для того чтобы ставить вертикально так ну давайте вскрывать так вот здесь основные разъемы то есть можно включить либо hdmi либо дисплей порт так ну и с этой стороны включение USB и наушники микрофон то есть вот можно в горизонтальной то есть резиновые поверхности можно в горизонтальном варианте ставить а при помощи этой подставки можно установить и вертикально так ну давайте сейчас все подключим установим драйвера и посмотрим как это все дело работает непосредственно при подключении к ноутбуку так прежде чем подключать док-станцию динодок 4к тошиба вам потребуется драйвер который мы находим на стандартном сайте тошиба но в данном случае европейские есть различные там астралический английский то есть вот ту страну где данные продукты продаются так ну во первых вот мы попадаем на страничку где есть описание если что можно перейти на русский то есть для чего она служит что можно получить сколько портов и так далее так теперь мы переходим на страничку поддержки так дальше нам нужны драйверы дальше здесь ищем опции дальше подключение дальше док-станция мы выбираем нашу дальше требующие вам операционная система либо можно все найти либо все которые существуют либо можно определенную операционную систему как обычно делается во всех признак производителей то есть скачиваем данный файл он уже у меня скачен дальше разархивируем ну и запускаем установку так называемый дисплей драйвера для данной док-станции так ну и после того как установить у меня уже это все дело установлено могу продемонстрировать у вас появится вот такая вот иконка где можно будет работать с этой док-станцией но и осуществлять те необходимые действия которые вам требуют при подключении дисплеев ну либо какого-то другого оборудования к usb портом и так далее так ну и после этого подключаем непосредственно док-станцию и смотрим что можно с ней сделать при помощи ноутбука 11 года который есть на моем канале так ну и давайте подключать док-станцию то есть мы подсоединили два монитора то есть один по hdmi второй по 9 выхода ну и по usb подключили док-станцию непосредственно к ноутбуку при этом мы установили соответствующие драйвера так включаем так ну и вот как видим у нас два монитора включились ну и мы можем им управлять то есть вот они второй третий так третий не видно но поверьте это есть так видим разрешение full hd то есть можно сделать расширить рабочий стол тактип Делить можно. То есть вот мы заехали на третий экран, заехали на второй экран. Так, и вернулись на первый 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 экран. Так, ну и давайте подключим русский диск внешний. Так, и вернулись на первый экран. Так, и вернулись на первый экран. Монитор 4К непосредственно при помощи док-станции Дина Док Тошиба. Так, ну и как видим, как и обещал производитель, включается 4К 30 фпс. Так, ну и что будет результатом в результате применения данной док-станции Динодок 4К Тошиба. То есть вот я записал запись с экрана на внешнем мониторе. Как видим, как видим, как видим, как видим, 4К. Как видим, как видим, 4К. То есть, возможно записать на ноутбуке Тошиба. А660 1ЕН 2011 года, 4К изображение с экрана на внешнем мониторе. То есть, при помощи подключения HDMI кабеля на внешнем мониторе, то есть такое не получится. Ну и записывается в 30 фпс. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок и распаковок. До следующего видео и до свидания.